Я, перебирая пинтерест и выбирая для вас какой-то фасон, очень как-то естественно подошла к тому, что очень часто бывает у нас затруднения с вами возникают при выборе вот этого самого правильного фасона. Вот, например, листая пинтерест, я натыкаюсь вот на такое платьице. Посмотрите, как правило, шьем мы с вами одежду, хорошую одежду, которую проблематично купить бывает в магазинах, такая вот хорошая одежда для офиса, для выхода куда-то, ну, что называется, в люди, да. И вот пример такого платьица, довольно-таки классического, довольно-таки спокойного. Что здесь хорошо и что здесь плохо? Вот давайте посмотрим на него. Оно, конечно, привлекает к себе внимание. Во-первых, спокойным вот таким вот однотонным цветом, что нет здесь какой-то пестроты. Во-вторых, классический шалевый воротник, очень спокойный плечевой пояс, обратите на него внимание сразу, да, как хорошо это выглядит на картинке. И начинаем. Силуэтная форма. Все видно, грудь, талию, бедра, все видно, все нам нравится. И мы говорим, о, вот это платьице я обязательно себе сошью. И чтобы мелкие детали вам сейчас показать, мне трудновато в этой картинке, я для вас в точности перерисовала это в качестве технического эскиза, все аккуратненько разглядев. Закрываем эту картинку и начинаем и обращаемся вот к этому нашему техническому эскизу. Что вы и должны всегда, всегда, мои хорошие, делать, прежде чем принять решение, нужно вам делать этот фасон или не нужно вам делать фасон. И вот давайте разбираться сейчас уже в тех деталях и в тех подробностях, включая технологию обработки, которые предлагаются именно вот в этом вот платьице. Ну, что мне здесь понравилось? Прекрасно оформленный плечевой пояс, вот эта вот силуэтная форма, мне здесь понравилась, понравилась и чистота обработки, чистота вот этого воротничка, его формы, потому что она классическая, потому что она универсальная и потому что она многим и многим идет. Но что происходит дальше? Давайте разбираться по порядку. Во-первых, начнем с самого главного, с того, что вам нужно выбирать для подражания те картинки, которые соответствуют вашим размерам. Если вот здесь на этой картинке у нас изображен 44-й, 46-й размер, 48-й максимум размер, то и ваша фигурка должна этому размеру соответствовать. Если ваша фигурка иная, размер у вас побольше, то и то, что предлагается здесь, может быть вами использовано не в полном объеме, а только частично. И вот об этих нюансах, об этих мелочах, об этом анализе понравившегося вам силуэтного какого-то фасона платья, давайте мы сегодня сейчас и поговорим. Итак, размер это прежде всего, все-таки старайтесь подобрать для себя свой собственный размер. Ну, как пример, пожалуйста, вот, например, вот такое платье. Если вы полненькое, вот опять наше любимое платье санаторий, да, можно его назвать. Вот такие вот формы, вот такие вот тоже чистота оленей, вот такие формы, но, может быть, мы вернемся к этому чуть-чуть позже. А пока мы говорим конкретно об этом платье. Что мне нравится? Мне нравится вот этот цельнокрайонный воротник. Что мне говорит о том, что он цельнокрайонный? Мне об этом говорит прямая линия перегиба лацкана. Обратите на нее внимание, вот эта линия, она прямая. Значит, воротник здесь представлен цельнокрайонный. Где у нас грудь? Грудь у нас вот здесь. Где у нас застежка? Застежка ниже груди. Первая пуговочка выбирается ниже груди. Все верно, все правильно. Почему? Потому что если мы найдем центр нашего изделия, мы увидим, что от серединки, от центра до краешка борта довольно приличное расстояние. То есть это двубортное изделие или смещенная застежка, еще как-то по-другому можно сказать. И возвращаясь к нашему воротнику, он не приточной, он цельно выкроенный, потому что линия перегиба лацкана, вот эта прямая. Если бы он у нас был приточной, она была бы вот такая вот овальная, и форма воротничка была бы вот такая. Вот это вот у вас уже идет разбор, как по технологии, по конструированию. Затем, зря я, конечно, красным цветом тут нарисовала, но ладно. Если этот воротничок у нас цельно выкроенный, значит вот здесь вам обязательно нужно нарисовать полосочку, которая будет обозначать шовчик по задней части воротничка, по спинке воротничка, потому что иначе его не выполнить. В конце урока я покажу вам, как это делается. Напомню, есть, конечно, это у меня подробное описание в моих роликах, но лишний раз хорошим почему бы не напомнить. Дальше, что у нас здесь? Кажется, что это пальто, платье-пальто или платье-халат, и у него есть застежка. Но, мои хорошие, застежки у данного изделия точно нет. То есть вот эти пуговички, которые здесь фасонной линией, фасоном таким изображены и сфотографированы, на самом деле они не рабочие. То есть вот эта часть, вот эта часть, она прострочена. Прострочена как минимум вот до этого места, откуда начинаются вот эти складки встречные. Вот это встречные складки у нас. То есть до этого уровня она вот здесь закреплена. Что? Вы будете со мной спорить. Но тем не менее, давайте еще раз вернемся к картинке. Посмотрите, как выглядит эта картинка вот в этом месте при увеличении. Видите как, да? То есть где пришита пуговочка? Как отлет воротничка гораздо выше вот этой пуговочки, да? И вот здесь как-то аккуратненько-аккуратненько все прижато. Даже если вы не видите строчку, вы не видите тени никакой, да? И пуговочка намного ниже, чем линия перегиба лацкана и чем вот этот вот отлет воротничка, вот этот край. Такого быть не может. Это говорит о том, что у вас вот здесь край борта зафиксирован, вот в этой точке наверху, да? А внизу вот эта пуговочка, она уже как бы декоративная на самом деле играет. Никакой роли она большой не играет, потому что она декоративна. Смотрите дальше. Если бы это было не так, посмотрите, как это выглядит. Ваш отлет, или вот на этой фотографии, как это выглядит. То есть когда это не декоративно, здесь вы видите тень по краю бортика, да? Ярко выраженная вот такая тень. И пуговочка пришита гораздо выше. Отлет воротника, он как бы ее должен частично закрывать. Потому что край бортика, вернее, линия перегиба лацкана, вот она линия перегиба лацкана, она опирается на верхний краешек вашей пуговочки. И как бы пуговочка становится частично закрыта. Вот такие вот мелкие приемчики и нюансы будут вам помогать определять, декоративно этот элемент, или он несет на себе действительно смысловую нагрузку. Таким образом, для меня минусом этого платья является то, что оно не может быть расстегнуто в этом месте. Значит, при проработке спинки этого платья я должна вот здесь вот ввести шов. Шов по спинке нужно ввести, чтобы как минимум вот на этом месте мне можно было вставить молнию. Видите, что происходит? Вы об этом знали? Не знали. Но вот эти мысли должны родиться в вашей голове. Вот это для меня уже минус. Следующее. Значит, если у вас размер маленький, опять же я назвала до 48-го, вот эти вот рельефчики, которые идут через центр груди или рядышком, потому что они явно отведены в сторону, немножко вбок, потому что вот это расстояние уже довольно большое, они содержат нагрудную выточку. И эта нагрудная выточка, видимо, будет у вас небольшая, то есть если размер у вас маленький, да? Нагрудную и талиевую, потому что видно по силуэту, как они у нас сделаны. Так вот, эта нагрудная выточка небольшая, здесь направление нити долевое, здесь направление нити будет уже недолевое, оно пойдет как-то вот так вот. И в этом месте до груди у вас будет соединение спорных направлений нити по косой и по долевой нити. И вот здесь будет появляться определенная слабина. Чем больше раствор выточки, тем эта слабина круче и сильнее. То есть вот на этом участке будет появляться слабина. В маленьком размере этого не будет. Поэтому если размер небольшой, смело вот этим пользуйтесь. Если размер большой, вот эту историю я бракую. То есть никогда при большом растворе нагрудной выточки вот такие рельефчики, проходящие через центр груди, не позволят вам вот эту область сделать гладкой, безупречной, такой красивой, которую вы видите там. Ну, рукавчик вточной разговаривать о нем не будем. Пошли дальше. Смотрите, также в пользу того, что эта декоративная у нас застежка, говорит неправильное вот такое расположение пуговичек. Потому что если бы застежка была функциональная, вам обязательно нужно было по линии талии вот здесь добавить пуговички. Обязательно по линии талии должна была быть пуговичка. Ну и соответственно эти сместить вот сюда, вот так вот пониже. Вот это тогда походило бы на правду. Это было бы правильно. Это было бы нормально. Широкий такой вот полузанос, он бы закрывал вот эту область от распахивания. Может быть там потайная какая-то кнопочка где-то пониже в области паха у вас бы вот здесь была. Но неважно. Вот это было бы правильно. Это вы применяете уже для себя. Что здесь еще дальше хорошо? Хорошо, мне нравится вот этот вот подрезик. Обратите внимание, что линия талии, она не идет насквозь. Она идет только до... Я очень часто это принимала, применяла в работе с клиентами. Это довольно-таки удобно. То есть делать вот здесь вот такой подрез. Почему? Потому что тогда удобно сэкономить ткань, удобно скроить вот это вот все. Ну тогда интересно просто. Сюда прячутся выточки. Здесь можно какую-то драпировочку сделать. Это хорошо. То есть вот эти подрезы, когда они разбивают наше большое изделие на какие-то части. Давайте вот здесь его нарисуем. Быстренько. Сейчас я возьму другой. Значит вот такую вот картинку хочу. О чем я говорю декоративно. Декоративно. Так. Так. То есть мы сделали вот так, вот так, вот так и вот так. И вы... Вот это вот я имею в виду, да? Тогда вот это, такой крой, он всегда экономит вам ткань. Не оставляет там удобно расположить вот эту ткань. Потому что вот здесь у нас все хорошо разбивая вот эти боковые части на две составляющие, ткань очень сильно экономится и гораздо меньше идет расхода ткани, чем если бы вот это вот, вот этой разбивочки у вас не было. Ну и потом сюда прячутся все выточки. Здесь же можно сделать какую-то драпировку, вот в этом месте, добавить, увеличить, да? Какие-то вот такие вот раздвижки добавить вот в эти шва, добавить пышности и так далее. Возвращаемся к нашему платью. Мы его разбираем. Смотрите, что мне здесь не нравится? Мне не нравится наличие вот этой вот складки. Если это встречная складка, а встречная складка оформляется у нас как? Она вот так оформляется. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Правильно? Вот она, встречная складка. Так, 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 ну и так далее. Вот так вот она выглядит, да? И здесь припуск, вот она отсюда у них начинается. Да? Вот этот припуск, он попадает в шов, а вот этот припуск где? Посмотрите, дальше припуска нет. Дальше шва никакого нет. И вот эта часть складки явно вот там подрезанная технология обработки прорабатываем. Она не попадает. Здесь нет никакого шва вот в этой области. Она просится вот так вот, просится прошить. Вот поэтому просится прошить вот здесь. Для того, чтобы держать вторую часть складки, вот здесь нужен нам шов. Иначе вот эта область, она провиснет вниз, не будет никакой фиксации и будет у нас кошмар-кошмарный, потому что нет ребер жесткости, ничему, хвостик складочки всегда должен уходить в какой-то шов, чтобы она работала такой фиксацией, держателем своего рода. То есть, видите, видимо, здесь придумана какая-то очень сложная технология обработки. Какая это скрыто от нашего понимания, понять мы этого не можем. Поэтому, разглядывая подобного рода картинки, фотографии, мы с вами додумываем эту технологию обработки. И это нужно сделать прежде того, как вы приступите к работе. То есть вы еще не сняли мерки, вы еще не выбрали прибавки, но вы прорабатываете в голове, у вас идет такой мозговой штурм, вот эту всю историю. Понимаете, тогда только вам будет можно начинать работу со своим изделием, когда вы до конца поймете, как вы сошьете его, не только как скроите и насколько это хорошо будет, но и сошьете. Опять пошел минус, мои хорошие. Понимаете, вот я не знаю, как это выполнить. Я бы с этим связываться не стала. Зачем мне эти головные боли? То есть в моем решении этого платья уже пропала бы вот эта складочка. И возможно, я бы заменила либо вот какой-то легкой сборочкой здесь, либо я бы отодвинула эту складочку вот сюда. Отодвинула от этого уголочка, и у меня бы этот фрагмент выглядел по-другому. У меня был бы вот так вот. Вот это рельеф, который проходит через центр груди. Вот это у меня был бы боковой шов, и складочка у меня была бы не здесь в продолжении, а у меня бы складочка была где-то здесь, например. Или драпировка. Ну, потому что нам нужны держатели верхней части вот этой складки, которую мы не видим. И, конечно, мне не понравилась вот эта вот декоративная застежка. Зачем обгородить огород для того, чтобы потом делать сзади молнию, шов, и вставлять туда молнию. Вот такие вот нюансы скрыты за внешне очень привлекательным и таким симпатичным изделием, как вот это вот платится. Посмотрите, как оно выглядит замечательно, да? И сколько оно содержит в себе вот таких вот подводных камней, не разобрав которые, нельзя приступать к решению нашей задачки.